Никите Белых разрешили пожениться в СИЗО. Правда, невеста перед этим должна будет дать показания. Все подробности далее. Наш эфир продолжает рубрика короткой строкой. Никите Белых разрешили пожениться в СИЗО. Вчера в Пресненском суде состоялось предварительное слушание по делу. После него адвокат экс-губернатора заявила, что судья не нашел препятствий для регистрации брака Никиты Белых с Екатериной Рейферт. Но произойти это может только после допроса невесты как свидетеля. Первое заседание и рассмотрение дела по существу назначено на 5 сентября. В Кирове построят еще одну вертолетную площадку. Она появится в районе домов на улице Ульяновской. Заказчиком строительства стала станция скорой помощи. Площадка будет предназначена для взлета и посадки медицинских вертолетов Ми-2 и Ансад, которые будут использоваться для обеспечения экстренной медицинской эвакуации. Строительство обойдется более чем в 3 миллиона рублей. В ОМВД подвели итоги первого этапа операции «Досуг». Оно было направлено на выявление правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в местах массового отдыха и досуга молодежи. Полицейские и волонтеры проверили почти 400 мест отдыха молодежи, в том числе и ночные клубы. В ходе проведения операции выявлено 8 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них два связаны с их хранением. Детский космический центр должен стать самым продвинутым объектом в области. В этом году из федерального бюджета на него выделено больше 95 миллионов рублей. Деньги в основном пойдут на оборудование. Мощные проекторы и другую аппаратуру закупают в Европе и Японии. Космоцентр собираются открыть в декабре 2017 года. Редактор субтитров А.Семкин